Добрый день, мои зрители и гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал. Я вам всем очень-очень рада. Сегодня у нас тема – это летнее платье. Прекрасное, воздушное, цветное, открытое летнее платье, которое мы все очень любим, просто потому что мы все очень любим лето. И, конечно, летом стараемся одеться как-то поярче, повеселее. Ну, в общем, я, кто как. Представила я себе, что я собираюсь в отпуск и решила, что я вот подумаю, что бы я взяла с собой в отпуск, какие бы наряды я приготовила и что бы я хотела взять с собой. Если бы вдруг такое чудо случилось, мы бы поехали все в отпуск. Вот. И вот так вот радостно развесила платье на улице, чтобы вам показать и заснять это все. Кстати, здесь не хватает двух платьев. Я поняла, что мне чего-то не хватает уже во время съемки. Добавила еще два платья, поэтому здесь висит восемь, а на самом деле их будет десять. Ну и, как вы видите, платье в горошек, цветочек в полосочку, одно льняное, и еще два платья, которые вы увидите попозже. Начала я снимать на улице. Солнце, прекрасная погода, хороший свет, все видно, но через пять минут поняла, что у меня большая аудитория из моих соседей, которые припали к окнам и любуются на мои вот эти вот кривляния. И, если честно, я застеснялась, и мне как-то стало неловко, неудобно, и я ушла в дом, чему я очень сожалею, потому что действительно свет прекрасный на улице, солнце светит, фон красивый. Ну и дома вот мрачно, темно, и ничего не видно, но тем не менее. Итак, первое платье – это белое платье в розовые цветы, что может быть более летнее, чем белое платье с розовыми цветами. Вот такое украшение я надела к нему. Шляпа, очки, сумка, я ее называю пельмень наоборот. И, в общем, потом объясню, почему. Присмотритесь к ней хорошенечко. И здесь я надела такую накидку, знаете, легкую, вязаную, на случай, если вдруг станет прохладно. Пасоножки с тонкими перепонками, которые подходят к любой летней одежде. Совершенно летний такой вариант, очень открытые, очень легкие. Да, накидку я накинула на случай, ну, знаете, вот если вечером вас куда-то пригласят, и нужно будет немножко утеплиться. Теперь насчет пельмень наоборот. Присмотритесь к этой сумке. Эту сумку, я сейчас ее взяла наоборот, вверх ногами, держу. И ничего она вам не напоминает? Не напоминает ли она вам знаменитую сумку пауч-пельмень Боттега Винета, которая вышла, по-моему, в 2017 году или в 2017 мы выпустили? Это сумка из Zara, которую я купила, по-моему, в 2016. Ну, в общем, абсолютно совершенно точно. Эта сумка была куплена до того, как Боттега Винета выпустила свою знаменитую, ставшую знаменитейшей сумкой. И я хочу вам сказать, что, в общем, я задалась вопросом, кто у кого тырит идеи. Следующее платье, это вы знаете его, вы его видели в одном из моих совсем-совсем недавних распаковок из Zara. Зеленое платье, белый горошек, стало моим абсолютным фаворитом. Очень его люблю, мне оно очень нравится. Вот, нашла к нему такие бусы горошины. Сумка у меня белая, босоножки желтые. И вот, глядя на свой образ, я поняла, что, во-первых, мне не хватает белых босоножек, которых у меня, кстати, нету. Вот, представляете, у меня нету белых босоножек. А еще одна вещь, я поняла, что мне нужны темные очки в белой оправе, которых у меня нету, которые бы очень подошли хорошо к этому образу. Ну, во всяком случае, вот я надела черные темные очки, совсем такие, как видите, черные, но они очень не подходят к этому образу. Мне совсем это не нравится, я напрасно их надела, но уже, как бы, когда я монтировала, увидела, что, как бы, они не очень подходят, то я уже не стала переснимать, и, как бы, ну, поздняк метаться. Я просто подумала, что они как-то портят немножко весь образ, потому что он весь такой светло-яркий, очки какие-то такие, знаете, как будто из фильма «Матрица». Следующее платье очень характерно для меня, оно совсем не яркое, такое минималистичное, я бы сказала, вот я даже выговорить это слово не могу, настолько я не минималист, но оно льняное, с чистого льна, и, как бы, очень удобное, такое, знаете, ну, незаметное, неброское, что позволяет выбрать, например, к нему очень яркие аксессуары, как, например, сумка и босоножки, такой, сделанный под неоновую змею, что, как бы, очень ярко и неординарно, мало того, что змеятка, еще и неоновая. Кстати, интересная деталь, на платье все пуговицы сделаны разными, то есть, каждая пуговица отличается от другой, как бы, это не очень бросается в глаза, но, тем не менее, это так. Платье действительно очень универсальное, как я уже сказала, оно сделано из чистого льна, то есть, у него совершенно не жарко. Пасон такой, что в нем можно пойти на пляж, в нем можно пойти в город, в нем можно пойти на работу, если нужно, и вот я показала поближе босоножки, под неоновую змею и сумочка под неоновую змею, и да-да, я по-прежнему считаю, что подобрать сумку к туфлям не является страшным смертным грехом. Я даже, в общем, люблю это делать, если это возможно, и если это красиво вместе, то я вообще не понимаю, почему нет, почему это объявлено страшным антитрендом. То есть, конечно, я не считаю, что всегда-всегда нужно подбирать сумку к туфлям, но если вот у вас так получилось, и как бы так все совпало, хорошо и красиво, то, по-моему, это элегантно и очень даже, ну, как бы вечная классика. Тем более, вот такой вот, знаете, яркий, неординарный принт. Сумки и босоножек, они, как бы, по-моему, предполагают, что их должно быть два, то есть они должны быть в паре, потому что иначе это может выглядеть странно. Ну, и для кого неоновая змея – это слишком, это too much, то можно надеть просто обычные такие черные шлепанцы, я нашла, ну, обычные, с золотой цепочкой. Обычные черные шлепанцы с золотой цепочкой. У меня не бывает ничего обычного черного, знаете ли. И такая плетеная сумка, обычная плетеная сумка с пальмой вышитой и золотой, тоже там, по-моему, ствол сделан из золотых ниток, ствол пальмы, я имею в виду. Вот, видите, поближе я показываю, неплохо так оно сочетнулось. Вот в таком виде можно пойти в город, можно пойти на пляж. Сумка очень вместительная, такая большая, соломенная, летняя, и в то же время она такая черная, с вышивкой. Немножко даже где-то нарядная, я бы сказала. Следующее платье – это, я назвала его «Старый Голливуд». Синий, темно-синий, атласное платье в горошек с запахом. Вот цепь такую я к нему надела. Цепь-то, вы помните, с одного из моих прошлых видео получила про эту цепь очень много комплиментов. Кстати, от вас спасибо. Итак, платье с запахом, синее в горошек, длинное. Все, как я люблю, все мне в нем нравится в этом платье, за исключением того, что оно мне стало немножко маловато. Так сказать, карантин, опять же, не прошел даром. Вот, и так немножко обтягивает меня, может, не в самых лучших местах, не в самых правильных местах, я бы сказала. Ну, похудеем, девчонки, не отчаимся. Значит, к нему я подобрала такие босоножки, тоже из тонких перепонок, и они тут разноцветные, там синь-черный, бело-красный, и такую бежевую сумочку-багет, которая как бы является такой нейтральной, потому что тут уже много цветов я навертела, так что, в принципе, я думаю, что и хватит. Сумку можно вполне такую спокойно подобрать. Следующее платье, оно вот такой немножко морской тематики, видимо, за счет того, что это синяя полоска, и поэтому вот украшение такое ракушки. В общем, море, песок, отдых, яхты, лазурный берег, и, ну, вот так. Я надела красную сумку и красные босоножки, тоже сумка-багет, и, да, это не босоножки, это такие шлепанцы на небольшом таком китон-хиллс каблучке. Снова, значит, сумка к туфлям, сумка к обуви. Грешу-грешу этим, люблю это делать, не судите меня строго. Вот, старомодная я дама. Значит, да, сумка-багет, очень симпатичная сумочка, и очень ее люблю, кстати, вместительная, но в то же время очень элегантная и такая... Ну, багет вообще это было, по-моему, в прошлом сезоне, и, по-моему, продолжает быть в этом. Писк сезона сумочного, писк сумочной моды, вернее. Ну, и тут я сняла каблуки, потому что, если мы на отдыхе, то нам нужно много ходить, возможно, пойти на пляж и просто по городу пройтись. И я надела тоже акцентные такие красно-оранжевые шлепанцы. Взяла тоже другую сумку, плетеная сумка. Очень, кстати, интересная сумка, сделанная из таких каких-то жгутов, сплетенных в круги, и круги между собой сцеплены такими, ну, как бы, веревочками. Интересная, необычная сумка. Она прозрачная, но внутри у нее холщовый такой пакетик, вот, видите. То есть, в принципе, все, что вам нужно, можно положить в него, и тогда это не будет ничего видно, что вы носите с собой. Ну, и такие вот просто обычные с перепонками шлепанцы. Удобно в них можно ходить по городу, можно пойти на пляж. Ну, и шляпа, конечно, как же без нее, чтобы закончить, завершить этот образ. Следующее платье тоже цветочек, тоже белое, только цветочек такой более красно-оранжевый. Другой фасон, оно не очень длинное, чуть-чуть ниже колена. Очень удобная ткань, по-моему, вискоза с шелком из моего любимого магазина. Одного из моих любимых магазинов «Банана Репаблик». Очень женственный, очень красиво сделан вырез, вот такой спущенный плеч, по-моему, это называется, да, видны плечи. Кстати, очень-очень хорошо сделано, потому что вообще магазин «Банана Репаблик», он шьет достаточно качественную, хорошую одежду, у них очень хорошие лекалы. Как вы знаете, вот такой вот вырез, он очень часто неудобен, потому что сверху пришивается резинка по горловине, по вырезу, и когда вы поднимаете руки, оно как бы все это соскакивает, выскакивает, не держится. Вот здесь вот я показываю ближе сумочку, я взяла плетеную такую соломенную с отделкой с белой кожей и оставила те же самые шлепанцы, они, кстати, очень подходят цветочкам на этом платье. Так вот, горловина сделана так, что резинка вставлена только вот в районе там, где плечи, и когда вы поднимаете руки, опускаете, в общем, размахиваете руками, что я люблю делать, как вы знаете, так вот, этот вырез, эта горловина остается на месте, никуда ничего не съезжает, не соскальзывает. Добавила сейчас кардиган, тоже в таком похожем тоне, если вдруг вам станет холодно, жарким летним вечером. Ну и это платье, по-моему, я тоже показывала в каком-то своем видео, это такого молочного цвета, сарафантов, голубые горохи. Вот бусы к нему я нашла, очень подходят по цвету горошков, такие, знаете, бусы, как конфеты, леденцы такие, мне нравятся они, я их люблю, у меня еще такие розовые есть. Значит, длинный сарафан, почти до пола, взяла соломенную сумку, шляпу, и обувь моя последняя находка, я вот сейчас вам ее покажу, посмотрите, какие бесподобные шлепанцы, атласные, отделанные стразами, камнями, как большие такие брошки, ну, в общем, очень необычные, и такие, ну, в общем, в моем вкусе, я бы сказала, как я сорока, я, конечно, не пропустила их мимо, но я ими довольна, вы знаете, они удобные, такие вроде бы как и шлепанцы без каблука, а в то же время нарядные, атласные со стразами, это, в общем, конечно, выигрышный win-win вариант. Ну, и вот еще одно платье, я сделала с ним два образа, если честно, я недовольна одним из них, вот я показал буст такие прозрачные, я подобрала под него, значит, если честно, в жизни это платье выглядит намного-намного красивее, чем на камере, вот первый образ я оставила, эти же шлепанцы, эту же сумку оставила, на камере как-то оно меня очень полнит, на самом деле в жизни это не совсем так, ну, как бы камера добавляет несколько килограмм, хорошо добавляет, но есть вещи, которые прям сильно добавляют, а есть вещи, которые не очень добавляют, вот в этом платье, как ни странно, прямо вот, может быть, за счет того, что сделана резинка как-то по центру, вот это второй образ, он совсем получился неудачный, совсем, я, кстати, смешала тут эти прозрачные бусы и цепь свою добавила, здесь, знаете, что я подумала, подумала, это, в общем, пропорции как-то нарушены, я попыталась сделать этот образ вечерний, вот, как вы видите, подобрала такую вечернюю сумочку к нему, потрясающей красоты, кстати, моя находка в одном из секонд-хендов, купленная, по-моему, за 3 или 4 доллара, вышитая вся бисером, атласная сумочка, с металлическими, со стразами отделанной ручкой, цепочка, очень красивая, посмотрите на нее, прекрасная, так вот, что хочу я сказать, как-то нарушились пропорции, я попыталась сделать такую более вечернюю прическу, убрала волосы назад, и за счет того, что у меня как-то получилась очень маленькая голова, вот это платье, которое, в принципе, как бы меня немножко полнит, оно, я стала в нем выглядеть, ну, вообще, как-то очень громоздко, то есть, вот, предыдущий образ был со шляпой, и оно не выглядело так, как бы не так сильно меня полнило, как вот этот образ, когда я еще и волосы убрала, как бы назад, хочу вам сказать, что это вот очень важно, я это понимаю, что пропорции в образе очень-очень важны, вот то же самое платье, тот же самый человек-женщина, я в нем, но при другой прическе, вот оно выглядит, я выгляжу намного полнее в этом платье, и я сначала даже хотела его не показывать, вот я босоножки надела на каблуке, такие с веревочками, хотела сначала даже не показывать его этот образ, но неудачно получился, но потом подумала, нет, настоящий художник не стыдит своих ошибок, вот, это, кстати, вопрос о прическах и о волосах, это настолько важно, как бы, то есть, намного-намного важнее, чем нам кажется, и я почему, как бы, стою горой за длинные волосы, потому что я считаю, что длинные волосы, они как бы придают хрупкость всей остальной фигуре, понимаете, ну, вот так, так мне кажется, вот я волосы убрала назад, и как-то я уже намного коровее выгляжу, ну, и совсем-совсем другой образ, это платье-парашют, потому что, когда я подумала, что мне чего-то не хватает, я поняла, что мне не хватает платья-парашюта, трехъярусного, который тоже является визгом нынешнего сезона, это платье немножко более плотное, такое, оно более прохладное, я бы сказала, лето, оно в таком ковбойско-этническом стиле, ну, и боха такой немножко стиль, поэтому я подобрала такую сумку замшевую боха, и коричневые замшевые казаки, чтобы как бы подчеркнуть, вот видите, у него такая вышивка этническая на нем, то есть оно как бы, как бы и боха, и как бы этник, и как бы, в общем, ковбойский немножко такой стиль боха, вот, ну и шляпу, конечно, уже если боха и ковбойский стиль, так без шляпы уже никак, а тем более казаки и сумка-мешок. Ну и последнее платье, тут я вообще уже все смешала, это такой деревенский цветочек, и фасон такой немножко, такой деревенской, крестьянские девушки, но при этом сумка с бахромой, и такие ботиночки, не то боха, не то этник. Вот, кстати, про эти бусы хочу тоже сказать особенно, эти бусы, они, я нашла их тоже в Second Hand, и сделаны они руками, отполированы, в общем, специальные какие-то, из филиппинского ореха, собраны филиппинцами, отполированы, собраны вот в эти вот нитки, ну, в общем, необычная вещь, короче, я люблю такие вещи, с удовольствием их купила, и ношу под стиль боха, деревенский, крестьянский цветочек, по-моему, они очень подходят. Ну, и вот сумка с бахромой, такой немножко зеленым акцентом, ботиночки такие, а-ля 20-е годы, в общем, ну, вот такой образ у меня получился. Все, девочки, вот это мои 10 платьев, мои 10 фаворитов, я надеюсь, что вам понравилось, и было интересно, спасибо вам, что были со мной, увидимся совсем скоро в следующем видео, пока-пока, до новых встреч, бай-бай! Субтитры сделал DimaTorzok